Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Антон Поддубный, главврач областной наркологической больницы. Антон, добрый вечер. Начать предлагаю вот с чего. Как праздники прошли? Не для вас, Антон, персонально, а для службы в целом? В целом достаточно спокойно, без каких-либо резких подъемов обращаемости за нашей службой. По нашей больнице мы провели небольшой анализ. Все в плановом режиме, все соответствует времени. Прямо вот праздники, не праздники, людей обратилось примерно столько же. Конечно же, я думаю, что после праздников будет регистрироваться больше заболеваемость. А вот это важный момент. Праздники закончились, люди пошли по врачам, и по наркологам в том числе. Да, да, да. Кто уже не смог или увидел проблему, но тот обращается и все-таки, наверное, люди будут больше обращаться. Но этот год у нас особенный. И праздники тоже. Все-таки пандемия, народ больше сидит дома, меньше бывает на улице, практически невозможно какие-то туристические поездки. Ну, хотя по стране, наверное, можно, но многие тоже стараются этого избегать. Так вот, вы видите изменение ситуации? Из-за того, что люди дома? Нет, мы пока такого не увидели. А дома из развлечений что, телевизор, да? Сами понимаете. Да, алкоголь, я согласен. Мы ожидали, что такое возможно, но, повторюсь, еще мы не подвели итоги года 2020-го. Не раньше февраля, марта мы подведем итоги по всей области, по Свердловской, когда все цифры будут понятны. Эх, а я хотел как раз про это спросить. Все-таки 2020 год изменил ли что-нибудь, и пандемия тоже. Вот мы и посмотрим. Пока таких рисков... Ну, по ощущениям, на вскидку. Понятно, что цифра нет. Пока не наблюдаем. Но надо понимать то, что у нас часть коек были перепрофилированы под лечение ковидных больных. Под коронавирус. Да. И поэтому в плане неотложной медицинской помощи, наркологического профиля проблем никаких не было. Но был еще промежуток времени, когда и амбулаторные приемы закрывали, когда у нас первая волна была, апрель, май, март, если не ошибаюсь, когда и плановые приемы были запрещены. Ну, соответственно, обращаемость была в эти ситуации ниже. Ну, повторюсь, мы посмотрим по результатам деятельности в марте-феврале. Еще прошлый год у нас запомнился тем, что на некоторое время, примерно недели на 3-4, у нас сокращалось время продажи спиртного. Да, это как раз когда ограничительные меры были. До 19. Да, 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 да. Это на чем-нибудь сказалось по вашим наблюдениям? Вот пока тоже не могу ответить. Единственное сказалось на то, что люди разделились на два лагеря, причем радикальных два лагеря. Те, кто за, и те, кто радикально против этого времени. За то, что вечером стало спокойнее возле этих магазинов, где продаются алкогольные напитки. Против люди говорили, что кто-то работает, не успевают купить, если надо. Ну, и плюс это провоцировало дополнительные очереди во внеурочное время, вроде 7 вечера. Ну, к 7 вечера, да, конечно, к сожалению, такое тоже было. Но, я думаю, какие-то уроки мы сделали, и вполне возможно, у нас масса субъектов Российской Федерации, где время не соответствует федеральному. Не то, что не соответствует, а вот в федеральном нормативе с 8 утра на 23 часов, да. Но есть рамки федеральные, а регионы могут сокращать, да. И достаточно неплохо. Даже в Уральском федеральном округе люди привыкли к этому времени. Но самое главное то, что все-таки социальный аспект здесь превыше становится. То есть это безопасность, это шум, это скопление людей, когда люди идут догнаться. Ну, то есть вы сторонник того, чтобы время продажи алкоголя сократить? Сократить, да. Но только по времени, может быть, есть смысл обсудить с... Ну, там не до 19, а до 5, например. Да, 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 к примеру. Или утренние часы поднять и повыше сделать. Сейчас у нас с 8, да, если не ошибаюсь. А можно... То есть это все обсуждаемо, это все нужно смотреть, и, я думаю, какие-то положительные моменты тоже в этом. Ну, тише, да, спокойнее, да. Магазины закрываются раньше, а около них тоже никто не дебоширит. Но при этом нет ли другой проблемы? Человек, зная, что магазин закрыт или закроется, так он же больше купит. А больше купит, больше выпьет. Так эта проблема как раз становится уже медицинского характера. И, соответственно, если человек знает, что ему надо больше выпить, он и так купит. Он и так купит, вне зависимости... Спорное утверждение, хотя в огне. Ну, и надо еще не забывать о том, что, к сожалению, продажи в ночное время алкоголя все-таки существуют. Которые вообще вне закона, фактически. Да, которые... Ну, здесь тоже самое будет существовать. То есть, повторюсь, это нужно все прорабатывать и с учетом даже вне законной продажи. Вообще какие-то есть еще ограничения по продаже спиртного, по времени, по местам, по еще каким-то нюансам, которые, очевидно, надо бы ввести, но они по какой-то причине не введены, с вашей точки зрения. Или уже со всех сторон зашли, зажали, как только можно. По времени, я считаю, надо. И все-таки по поводу рекламы. У меня очень большие сомнения, касающиеся рекламы пива безалкогольного. В кавычках безалкогольного. Я принципиально это говорю. Но безалкогольного раз. Если не ошибаюсь, во время транспортивных трансляций два. Всегда рекламируют. Да, я понимаю, что это рекламные бюджеты. Но все прекрасно понимают, что рекламируется не безалкогольный продукт. Мелкими буквами написано. В продаже, не знаю, продается, не продается. Но, тем не менее, посыл идет такой, что это все-таки алкогольный продукт. Ну и обсуждается. Тоже обсуждается. Я не могу свою точку зрения сказать, потому что я не определился. Это увеличение возраста до 21 года продажи крепких или вообще алкогольных напитков. Тоже такая позиция имеет место быть. И есть свои плюсы, есть свои минусы. Опять же, тоже нужно обсуждать. Потому что противники есть за. С точки зрения физиологии. Чем позже человек начнет употреблять алкоголь, тем лучше. Я согласен полностью здесь. И еще один момент. Я согласен за то, что продавать до 21 года не стоит. Потому что как раз в этом возрасте подростки, выпивая, образуя компании, тоже являются такими социальными... Ну, нехорошими последствиями. Нехорошими последствиями, да. Но противники, опять же, этого момента есть такие, что вот почему человек может в армию идти с 18 лет и владеть оружием. В общем, Антон перечислил все за и прочее. Да, да. И попробуй склонись к твоему иной чашу весу. Очень тяжелый, дискутабельный вопрос. Но что-то нужно делать. Только ограничителями мерами. Конечно же, мы не поборемся ни с чем. Но один из моментов ограничения, акцизы поднимать, если табачные изделия, время продажи... Кстати, в этом году ведь у нас сигареты резко подорожали. Пожалуйста. На 20% снижение. Я знаю, что дорого очень. А стало еще дорого. Я удивляюсь, как люди находят в себе лишние деньги тратить на это. На вредные привычки. Сделаем шаг назад. Неважно, в праздники или вне праздников человек понял, что он оказался в алкогольной яме. Скажем так. А может быть, не он понял, а его родственники. Кстати, кто скорее это понимает? Скорее, конечно же, родственники. Все-таки те, кто снаружи наблюдали. Он понимает, если человек сам осознает это. Это еще неплохо. Это очень хорошо для лечения. Для того результата, который он хочет добить. Ну окей, видим проблему. Каков алгоритм действия? Алгоритм действия – обращаться к специалисту. Но мы работаем только с самим пациентом, с клиентом. То есть сам человек должен подойти. Если ситуация острая, неотложная, угрожающая жизни, то вызывать скорую помощь. Скорая помощь, конечно же, разберется и определит, куда такого человека госпитализировать. Ну, если госпитализация потребуется. Если человек пьяный, просто в состоянии опьянения, то, конечно же, ни о какой госпитализации речи быть не может. А госпитализируют когда? Когда есть какая-то особая симптоматика. Когда психическое расстройство развивается на фоне употребления алкоголя. Те самые зеленые черти, за которыми человек гонит? Да, именно те самые. Зеленые, желтые, красные. А какие самые распространенные галлюцинации? Здесь я не готов вам ответить. Ну, а вы визуальные. Я-то думал, вы все знаете об этом. Оказывается, есть еще белые пятна. Нет, все знать невозможно. Правильно ли я понимаю, что во всей этой истории вас беспокоит вот какой аспект. Что есть люди, организации, которые предлагают свои услуги под видом, ну, фактически наркологов. Но по факту они наркологами не являются. Да. Вот здесь важно понимать, как не попасть к нему. Огромный. Как не попасть? Очень просто не попасть. Такие организации работают только на одном. На том, что хотят. Дают человеку волшебную таблетку. Под волшебной таблеткой я подразумеваю волшебную капельницу. У нас в интернете огромное количество, даже на наших местных порталах, и аудиозаписей, как рекламируются вот эти выездные бригады. Волшебная капельница, трехкомпонентная капельница и так далее. То есть это исключительно разводка. Хочу видел, напомнить, слово сочетание трехкомпонентная капельница, все, настораживайся. Это я очень взял так. Ну или какие-то прочие красивости, скажем так. Невозможно за один час, за одну капельницу, как все у нас любят это говорить, человека поднять на ноги, когда он себя заливал алкоголем неделю. Но это законы физики, это законы выведения метаболизма, этанола. Невозможно, физически невозможно. Но людей разводят, разводят на то, что они заплатили там энную сумму денег. Приезжает непонятно кто. Никаких документов нет. Неизвестно, какие препараты используются. И самое главное, самое важное, то, что эта деятельность абсолютно незаконна с точки зрения юридической. Медицинскую помощь, а это медицинская помощь, на дому может оказывать только три специалиста. Это скорая медицинская помощь, неотложное состояние, врач-педиатр и врач-терапевт. Все остальное лицензируется по месту оказания медицинской помощи. А что такое лицензия? Лицензия – это соответствие санитарным правилам помещения, это соответствие порядку оказания по виду деятельности, по профилю, вернее, деятельности лечебного учреждения. То есть, начиная от оборудования, окончаясь документами и самым врачом. Кто приезжает домой, неизвестно. Были случаи, я прекрасно знаю, и органы полиции в этом направлении работают, и Росздравнадзор. Под видом врача приезжал в лучшем случае медбрат, фельдшер, препараты вводил, которые предметно-количественного учета находятся. Но больше скажу, в той же Челябинской области несколько лет назад был смертельный случай после такой инъекции, вернее, после такого вливания жидкости в человека. Ведь введение жидкости, объема жидкости с помощью капельницы подразумевает собой в том числе и выведение еще. То есть, объем зашедший, любой реаниматолог это знает прекрасно, объем введенной жидкости должен соответствовать выведенной жидкости. Если у человека проблемы с сердечно-сосудистой системой, и человек страдает алкоголизмом, очень большой риск просто убить человека такими способами. То есть, это не шутки, обращаться к кому попало с такими вопросами? Да, в первую очередь должен делать врач в лечебном учреждении, под контролем, самое главное под контролем. А не просто пришел, поставил капельницу и все. Повторюсь, капельница это не лекарство, это способ введения препарата лекарственного. У нас многие любят говорить, что вот плохая больница, капельница даже не поставили. А на самом деле препарат можно ввести и внутримышечно, и внутривенно, и долго, и быстро, и под язык, и как угодно. И наверняка то, что-то новое появляется регулярно. Антон, самое последнее, видимо, о чем успеем поговорить в этом году, могут к нам вернуться вытрезвители. Ну как могут? Посмотрим, во всяком случае, законодательная база для этого подготовлена. А вытрезвители вообще нужны, с вашей точки зрения? Все-таки не конец 20 века, когда пили, что придется, где придется, и там же и падали, и засыпали. Сейчас такое бывает гораздо реже. Да, у людей вытрезвитель – это именно то, что вы описали. В прошлый век сообщают на работу и так далее. Но в современном виде вытрезвитель – это учреждение, где человек может безопасно провести ночь, день, если он днем выпивал, к примеру. Ну когда застало. Да, да, да. Безопасно провести время, вытрезвить, протрезветь, проспаться по простонародии и спокойно уйти домой. Все. То есть это те люди, которые не нуждаются в медицинской помощи, не совершили каких-либо правонарушений распалиться, они не очутились. Именно в этом учреждении безопасно для них зимой. Это очень актуально. Летом это тоже актуально, несмотря на то, что вроде бы тепло и в кустах спать, наверное, в таком состоянии. Но это же не массовое явление. Ну даже один, два, десять. Наверное, как-то и по-другому можно это решать. Но сейчас же это как-то решается. Решается. Вот человек до невменяемости напился, упал, вызвали скорую. Приехала скорая, посмотрела, отвезла в больницу. Работает, работает. Обследовали его. Никаких показаний для госпитализации нет. Там-то он и вытрезвляется. И там он лежит. Просто лежит. На койке медицинского не может находиться, потому что это… Нет показаний. Нет показаний. Это не целевое использование абсолютно тоже полученного фонда. Выгнать его не получится. Ну как его человека на улице выгнать, значит он где-то находится. В приемном покое, как правило, он находится. Но может при больнице пару палат организовать и все? И решить… Еще раз повторю. Пару палат организовать в лечебном учреждении, функция которого лечить людей, невозможно. Это с юридической точки зрения, с финансовой точки зрения невозможно. Ну давайте гостиницу будем делать в больницах. Ну это что у нас? Больница или социальное учреждение. Для полиции это тоже непрофильное. Конечно. В СССР-то у нас в отрезвителе КМВД относились. Для полиции это непрофильное. Для кого это профильное? Вот как раз и указ, который подписан, позволяет субъекту решать. Государство, частное партнерство. Да, да, да. Но опять же, федеральные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, социальной защиты и полиции должны выработать порядок работы этих учреждений. В указе это прописано. Поэтому мы ждем федеральных порядков, и дальше уже в субъекте будет приниматься решение, в каком виде будет организовываться или не будет. Ну как вам представляется, с экономической точки зрения это будет интересно? Кому? Ну раз это государство, частное партнерство, значит какие-то частные деньги должны быть к этому привлечены. Наверное, это должно быть интересно, раз государство, частное партнерство. Но в первую очередь мы должны социальную сторону вопроса обсуждать. Ну то есть темы перспективные, с вашей точки зрения, должны появиться резервители. Я думаю, должны появиться вопрос только в объемах, количестве вот этих мест в отрезвителях. Антон, спасибо большое. Я напомню, что на стенде был Антон Поддубный, главный врач областной наркологической больницы. До свидания и удачи.